Здравствуйте! Всем прекрасного пятничного настроения! Сегодня уже 6 ноября, конец рабочей недели. Всем привет, друзья! Всем бодрого настроения! Вы смотрите программу «Новый день» и, казалось бы, вот два дня после выходного мы поработали и опять на выходной. Правда ли замечательно? Правда ли замечательно? Ваня не работает в пятидневочку, потому что они радуются этому так как раз. Я радуюсь всех-всех поздравляю с окончанием рабочей недели и давайте проведем эти выходные. Как-то не знаю. Наигранная, да, радость была? Да, очень сильно. Ну, по-депутатски. Я старался. Всем привет, дорогие друзья! У меня есть несколько еще радостных событий. Я в абсолютной противоположность тому, что сказал Ваня, скажу вам, чем же можно заняться на выходных. Итак, на носу у нас следующее событие. Завтра у нас день пейнтбола. А это значит, что если вы любите время пострелять, между нами пальба. Так что идите завтра поиграйте в эту замечательную игру. Ну, а 8-го числа международный день КВН. Да, это классный праздник. Прикиньте. День КВНа, это очень крутой праздник. И у нас очень много КВНчиков в нашем городе. Я знаю очень много КВНчиков. И даже, что ж быть, сам один родок играл. Но я предлагаю провести эти выходные вот именно с такими поводами. Я тоже два раза играла в КВН. У нас команда называлась сами, мы не местные. А ты, Ваня? Что ж, я тоже играл в университете аж три раза. Мы даже заняли, по-моему, второе место. Ты один, я два, он три. Он нас уделал. Банч. Все понятно, да? Но больше всех нас уделал кто? Больше всех нас уделал Женя Зимник. Все потому, что он, во-первых, КВНщик, заядлый. Во-вторых, 7 ноября, то есть уже завтра в субботу, у него день рождения. Женя отмечается 33 года, исполняется. Женя у нас очень интеллигентный, стоит сказать. Умный, идейный, улыбчивый. Его любят зрители. Недаром он работает на радио, на телевидении, в эвансфере. То есть такой вот у нас прекрасный парень. Обязательно его поздравьте сегодня. А еще у нашего Жени прекрасная жена Ольга. Она, между прочим, чемпионка мира по хоккею с мячом. Женя воспитывает двух девочек. А вместе с женой это трех девочек, получается. Вся замечательная семья Зимников живет во втором Иркутске. Ну, вот такой вот наш Женька активист. Большой молодец, семьянин. Вот сегодня напишите обязательно ему в социальной сети. Поздравьте его с днем рождения с 33-х летием. Да, его будет приятно. 33, вот христа. Да. Женя у нас молодец. Я присоединяюсь к поздравлениям. Поздравлюсь Женьку лично. Ну, а мы переходим к тому, что ждет нас сегодня в нашей программе. Конечно же, в первую очередь нас сегодня ждет акцентология от Яны Поповой. Посмотрим, чем она сможет нас сегодня удивить. А также у нас, конечно же, сегодня будет гороскоп от Данины Недельского. Ну, и самое приятное, это живая среда с Жанной Чистовой. А в гости к нам сегодня придет Ангарчанка, которая организовала благотворительную акцию, привлекла предпринимателей. Что за акция и чем она полезна, узнаем сегодня в программе. Это будет чуточку позже, пока встречаем Жанну вместе с ее рубрикой «Живая среда». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы не задумывались, почему люди заводят птиц? Некоторые говорят, ну, глухо, как в склепе, пусть кто-нибудь чирикает. Кто-то заводит птиц, потому что ребенок долго просит, ну, заведи кошку или собаку, и тогда родители решаются. Ну, пусть это будет хотя бы птица. Кому-то нравится красивый внешний вид, щебетание, но в любом случае за каждой птицей нужен уход и должное внимание. Мы сегодня в гостях во Дворце Творчества Детей и Молодежи. Мы разговариваем с Еленой Рахманиной, она нас познакомит сегодня с попугаями, расскажет немножечко подробнее. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Вот вас сейчас поприветствовал ожереловый попугай Жорик, сказал здравствуйте. Зрители телекомпании Актиз давно вас не видел, хочу показаться во всей красе и бурные эмоции свои выражает. Так что, если вы заводите попугая, будьте готовы к такому веселому и громкому будильнику по утрам. Он вас не заставит заскучать, это будет веселье и щебетание. Есть несколько видов ожереловых попугаев. Почему именно ожереловые? Почему ожереловые? Ну, если присмотреться, видно ожерелье черненькое на шее нашего Жорика. У самцов оно более ярко выраженное. Вообще в природе у птиц самцы более нарядные, яркие. Даже посмотреть на павлинов, такой шикарный хвост есть, чтобы можно было хвастаться и привлекать самочек. Косамочки, они более незаметные для того, чтобы вести скрытный образ жизни, когда они насиживают яйца и готовятся стать мамами. Более в тени такие находятся. Ну, расскажите нам вот о среде обитания ожерелового попугая. Это Азия и Африка. Как я сказала, уже несколько видов, они могут селиться и рядом с людьми, с городами, уничтожают посевы. Чем наносит вред, не всегда их люди обожают. Это нам в Сибири кажется. Вот такая красота. Как воробьи, как голуби, они летают и не всегда полезны для людей. Любят купаться. Так, они стайные птицы или они одиночки? Они могут стайные. Ну, в зависимости от местности, от вида попугаев ожерелых, ну и от численности, потому что у нас одних животных где-то больше, где-то меньше. Это все эвалируется по разным странам. Он ручной, жил долго очень дома, гулял по дому, гонял кошку. И они приучили его еще и в домашней еде. Он может выражать свои эмоции. У него не только такой громкий клич. Если я вот здесь... Почешу, да? Почешу, да, кнопочку. Он... Удивительно. Это ему нравится? Вот так вот нравится. Когда спрашивают, сколько живет какое-то животное, я всегда привожу пример человека. Сколько живет человек? Паш, ответ. В зависимости от того, как он живет, наверное. От условий жизни, от здоровья индивидуального какого-то. То же самое и с животными. Если все хорошо и генетика хорошая, значит, он может там 23-25 прожить. Если не очень за ним ухаживают или что-то случилось, а в природе еще и меньше, чем в зоопарках животные живут, потому что там естественный адмор, хищники. Насколько он сложен в уходе? То есть, если человек, который никогда не имел ни животного, это доступная птица в плане того, что ухаживать за ней, какие-то вот... Нам подарили уже с формировавшимся характером взрослую птицу. Говорить он не умеет. Но вообще они разговаривают. Вообще они хорошо могут разговаривать. Интеллектуалы, можно сказать. Да, и с нас все время требуют, чтобы у нас в зоопарке в качестве экскурсоводов или в качестве вот таких вот разговаривающих питомцев были попугаи. Это сложно достаточно учить, если вы именно настраиваетесь завести попугая для того, чтобы он повторял какие-то звуки. Не только человеческая речь. Как лает собака. Журчание воды. Как звонит телефон. Будете бегать к звонку дверному, может быть. Мяу, собачка. Собачка. Петушок, петушок. Парикул. Машинка. Мяу, 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 мяу. Был у нас ремонт, и Жорик находился здесь. Когда начинаешь подогревать в микроволновке обед, он все это чувствовал. И начинал требовать. Мы попробовали кусочек пирожка, чтобы он помусолил, гречневую кашку несколько. Но это не вредно или все-таки? По малинку не вредно. Это не каждый день в качестве лакомства. Наверное, это все равно какие-то приключения в его жизни вкусовые пусть. Тем более хозяйка говорила, что они подкармливали, ничего страшного не было. А так, основная пища – это овес, семечки, опроса, попугайский корм, овощи и фрукты. Также необходимо помнить про минеральные добавки. Есть специальные в зоомагазинах камушки с кальцием. И есть такой специальный песочек, который заглатывают птицы зерноядные. Для того, чтобы в мускулистом желудочке, как журнала, перетиралась пища. Естественным путем это все выходит. Через какое-то время, если камушки кончили в желудке, значит, пищеварение не идет. Вот, вы нашли кнопочку нужную, правильную. Жорик. Гулять, полетать дома. Данная птица у нас практически не летает. Ее, когда купили в зоомагазине, не обратили внимание, что почему-то крылышки он не до конца открывает. Что-то у него в суставщиках. То ли это врожденное, то ли может быть какая-то травма. И дома он вообще не ходил по полу. Аккуратненько, может, чужие руки не всегда воспринимать. Поэтому мы смело его достаем из клетки. Не боимся, что в окошко он у нас вылетит и останется зимовать где-нибудь на сосне. Елена, ну вот у нас еще один вид попугая. Волнистые попугайчики. Наверное, самые популярные и самые доступные людям в уходе. Вот расскажите немножечко, где их среда обитания. Ну, вот немножечко подробнее для тех, кто, может быть, хочет завести попугая, но почему-то еще обдумывает. Да, если вы целенаправленно решили завести себе попугая, научить его говорить, ну, наиболее дешевый и простой вариант – это волнистые попугайчики. Говорят, вернее, подражают каким-то звукам, потому что не всегда это осознано и попадает в смысл. То есть это не так, что я тебе задаю вопрос, а я тебе отвечаю. Да, сколько будет 100 умножить на 50 там или какой-то… Он скажет, дай кушать сначала, покушать потом. Дрессировки тоже они подаются, но в меньшей мере, и речь у них такая более шепелявая. У меня в детстве был волнистый попугайчик, и он выучил несколько фраз. Чик, чик хороший, чика кушать хочет. Вот и вот на чи-чи-чи у них вот такая речь. Давай с тобой поцелуемся. Когда целовал в щеку, а когда бывает из-за уха, тут же в этот момент прикусывал. Но вообще птица интеллектуальная, в принципе, если мы исходим, вот говорим о том, что попугай – это интеллектуальная птица сама по себе? Да, крупные, те вообще очень умные. Их можно, да, дрессировать. О, господи. Весит, ближе. Пуся, ближе. Нет, пусть и на даче. Лина? Лина тоже на даче, да. Как Лина делает? Как курочка? Как курочка? А курочка как делает? Как курочка родила? А, родила, да. Дай пиццу. Если вы заводите крупную птицу, готовьте, что у нее очень прочный клюв, и можно пострадать. Потому что, как все животные, и в том числе попугаи, они могут очень отличаться по характеру. И в силу воспитания, и в силу, видимо, личных каких-то врожденных качеств. Как люди есть интроверты, экстраверты, кому-то надо обниматься, кто-то остраняется, кто-то добрый, кто-то злой, кто-то агрессивный. То же самое и у попугаев. Самочки у них более агрессивные, а самцы менее. И говорят только мальчики. Он будет в свою песенку влетать какие-то звуки. Человеческой речи могут они повторять предложения, фразы из песен, высвистывать мелодии. Если берете самочку, она будет более агрессивной. Ну, их... А их нужно парить выжать или по одному их... Если, чтобы он учился разговаривать, он должен быть один, и он будет вести с вами диалог, вести беседу. Но нужно проводить ежедневные уроки, подбадривать ученика не пятерками, а лакомством. Найти к нему подход, ну и все-таки больше внимания уделять своему питомцу, чтобы он не просто стоял где-то у вас на столе и чирикал, но именно учился. У нас вольерные попугаи. Есть у них специальные гнездовые домики, похожие на сваречники. Ну, там уже личная конкуренция за эти домики. Получше квартиру, похуже квартиру. Самочки выбирают себе место жительства. И тот гнездовой домик, в котором они откладывают яйца и высиживают птенцов. А самцы обычно в этом не участвуют, в таких драках именно за территорию, за жилье. У них есть возможность в наших условиях выбрать себе подходящую пару, скажем так, по любви. Рано просыпаются, когда они больше уже спать укладываются с хозяевом. И почему доставляют неудобства, их закрывают сразу иногда. Они очень разговорчивые, шумливые. У вас выходной, вам хочется поспать подольше, у ребенка каникулы, например, да? У них свой распорядок. Солнышко летом встает рано. В 4 утра будет попугая, в 5 утра. И он начинает, ура, с добрым утром хозяева. Вот кому нужно заводить попугаев, кто не может встать рано утром. И световой день заканчивается, допустим, где-то в 10 часов. То есть в этот период они еще выводят птенцов. Чем длиннее световой период, тем они большее количество птенцов могут выкормить. Зимой светает, ну, допустим, в 9 утра, грубо говоря, он начинается. И заканчивается в 6 часов. Период маленький. Соответственно, или кладка маленькая яиц у них, или они вообще не в лоде птенцов. Или птенцы иногда могут быть недокормленными, быть слабенькими или не выжить. Елена, спасибо вам большое за встречу, за интересный рассказ. Увидимся в следующую среду. Всего доброго, до свидания. До свидания. К нам присоединилась гостья. Это Ирина Берникова, организатор благотворительной акции «Помоги врачам в городе Ангарске». Ир, привет. Привет. Это позитивная Ирина и очень классная акция, которую Ира организовала. Ир, расскажи, это твоя первая благотворительная акция? Нет. Ты много уже организовывала? Да. Я стесняюсь. Чувствую, диалог у нас пойдет. Она просто стесняется. Очень открыта. Нет, это не первая акция. Ну, я не поддерживаю каких-то там много сильных движений, или того, чего-то еще. Просто то, что откликается именно мне. Скажи, много сил забирает вот такая вот девушка? Достаточно забирает силы именно переговоры с какими-то новыми партнерами, скажем так, потому что есть люди и предприниматели, которые вообще в корне не понимают, зачем ты это делаешь вообще. А давай мы расскажем вообще, в чем суть твоей акции, чтобы наши телезрители знали, а потом поговорим об этом зачем, почему и так далее. Ну, суть в том, что это просто жест поддержки врачам. Я и ребята уже некоторые ко мне присоединились. Мы развозим либо завтраки, либо обеды, либо какую-то выпечку на адреса, где у нас больницы, где лежат люди с ковидом. Где работают врачи. Да. Скажи, как ты сама думаешь, насколько это облегчает работу врачам? Ведь ты же не даром этой акцией занялась. Врачи сейчас в загруженной ситуации и не успевают прямо на самом деле поесть. Вот ты же наверняка вникала в это все. Вот, ну, облегчение именно какого-то процесса работы, жизнедеятельности, ну, я думаю, что, наверное, процента 2 я, ну, забрала. Больше, знаете, этот момент идет не для того, чтобы им как-то облегчить, накормить бедные врачи, у них там нет денег или чего-то еще, ну, то есть нет. Это именно знак, ну, какого-то уважения и поддержки. Именно потому, чтобы как-то зарядить энергией, что ли, людей, потому что они очень сильно сейчас растрачивают себя. Потому что вокруг есть необразованные люди, вокруг слишком много негатива, люди болеют. Ну, это мало приятного и, соответственно, это просто как, ну, такая возможность их немножко подзарядить. Ну, собственно говоря, и с энергией физической и какой-то моральной. Как предприниматели отреагировали на вот твою такую акцию, на твой такой жест, когда ты попросила о помощи в соцсетях? Две недели, вторую неделю мы сейчас занимаемся всем этим вопросом. И уже на протяжении двух недель со мною матрешка столовая, гостиница отель Меридиан, шоколадница, чучвара, роял пицца и макфуция. Это на постоянной основе. Есть ребята, которые присоединяются по мере своей возможности. Это бар философ, у ребят тоже завтраки, они отправляют. Это барбекю-бар, вообще в четвертом поселке стоит такой небольшой общепит. С вчерашнего дня к нам присоединился Гагарин. Буквально вчера вечером со мной созвонились ребята, кто работает в грузиномаме. Но я думаю, что в связи с тем, что сейчас это как-то обнародовалось, более лояльно люди начнут к этому относиться с доверием. И, возможно, начнут звонить еще предприниматели. Я буду надеяться на это. А ты лично все это дело развозишь, да? Ну, я развожу это все дело лично, но в связи с тем, что есть сейчас ребята, кто хочет помочь, Ну, кто видит в этом какой-то определенный смысл, я делегирую некоторые адреса. Ну, и вот вчера целый день, можно сказать, девочка за меня все развозила, потому что были свои личные дела. Какой график у тебя вот этих развозов и как ты с работой умещаешься? Ну, вот с 8 утра мне начинают отдавать завтраки заведения, и, соответственно, все это происходит до 2 часов. Потому что заведения, которые начинают работать только в 11 утра, соответственно, 30-20 обедов могут выдать только к 12. И, соответственно, пока ты это все развезешь, вот в 2 часа дня заканчивается эта история. Каждая благотворительная акция, неважно какое-то хорошее дело, всегда сопровождается каким-то негативом, особенно в соцсетях. Встречалось с таким? Да лучше бы помогли там, ну, по списку. Ну, конкретно, типа, помогите лучше этим, не было такого негатива, было непонимание, а зачем, типа, вообще это нужно. Ну, врачи же получают зарплату, им что, бедным есть нечего? Ну, это часть предпринимателей некоторых, которым я сама звонила, ну, мне сказали, они же получают зарплату, мы не будем им помогать. И, соответственно, люди, у которых нет немного понимания вообще, что сейчас вокруг происходит, они пишут в личку о том, что, типа, я сошла с ума, вообще есть для этого государство, министерство и все остальное. Ну, у меня ответ короткий всегда. Ну, не будем озвучивать. Ира, ну, будем говорить о том, что это ведь всероссийская акция, да, вот, к слову о том, что люди говорят, должно этим заниматься государство, это дело там не твое и так далее. Это же ведь не ты придумала, ты поддержала, верно? Я даже не то, чтобы пускать поддержала, я, наверное, вдохновилась, потому что увидела, что в Иркутске это было поставлено уже на поток, и, соответственно, я подумала, ну, значит, значит, это имеет место быть, и меня это как-то вдохновило, и я подумала, что я найду тех людей, кому это тоже откликнется. Ну, у тебя получилось? В общем, сейчас очень сложное время, несмотря на то, что кому-то кажется, что это все наиграно, и это не на самом деле. Очень много людей болеет, и хочется пожелать всем огромного спокойствия, быть друг к другу более терпимее, и верить, что все скоро это закончится. У нас в гостях была Ирина Берникова, организатор благотворительной акции «Помоги врачам». Спасибо тебе, Иришка. Ири, спасибо большое, удачи тебе в твоем деле. Итак, мы продолжаем нашу программу, и пришло время рубрики «Акцентология». Ребят, я вам написала 4 слова, которые я в глаза ни разу не видела. По секрету скажу, это приготовила Ника Кангатьева. А в сценарии ты смотрела? А в сценарии смотрела, это Ника приготовила и сказала, Яна, я тебе важную миссию доверяю сегодня их прогонять по этим сложным словам. Ну, как говорится, что? Давайте смотреть сложным словам в глаза. Как говорится, давайте. Балтер, что это такое, как думаете, из какого языка? Это из английского. Да. Я даже знаю, каким-то словом это значит. Да, говори. Это тот случай, когда... Такие сверчки такие. Когда оно, его просто нужно потянуть за... потянуть оно за балтер. Давай, тяни. Слушай, нет, не скажу я так вот. Это нужно время мне, чтобы... Это нужно прочувствовать это слово. Вань, как думаешь, что означает слово балтер? Это прибор, который измеряет... Температуру в Балтийском море? Да. Температуру в Азовском море. Нет, Вань, это не то, что ты сказал. Балтер, вы сейчас удивитесь, это танцевать простодушно, ни о чем не думать и не обращать внимания, как смотрят на тебя люди. То есть вот так. А, ну как Вася Татаров танцует обычно. Вот так. Прикольно? Да, очень прикольно. Да, то есть без особого изящества, мастерства, но с особым удовольствием. Следующий смакуя, да? Ретро вай, да, вот так вот. Нет, как мамы танцевали, знаешь, 90-е, и не обращали внимание, вот так вот. Вот так, да, да. Во, во, во. Посмакуй, посмакуй, Вова. Или как папа танцует на гулянках. Я в Балтерах очень много, я понимаю, если честно. Я напишу пока, а вы догадываете, что означает ретро вай? Ретро вай. Вай, вай, ретро. Ну, это, смотри, я знаю, ретро вай, это когда ты выбираешь, принимаешь то же самое решение, что принимал уже до этого. Например, у тебя встает один и тот же вопрос какой-то, и ты принимаешь одно и то же решение несколько раз. Интересная логика. Ваня, у тебя? Ретро, это что-то старинное такое, это стиль какой-то, вай, 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 вай какой ретро стиль? Это, вот сейчас есть вай-фай, а раньше было ретро вай только. Это икопорт, который... Слушай, ну здесь икопорт, да, здесь намного больше вариантов и понакидали. На самом деле ретро вай, из какого языка, думаете? Ну, наверное, из английского. Нет, у вас, из твоего второго языка. Французский. Да, ретро вай, да, ретро вай, это из французского языка, тоже очень классное у нее обозначение, это радость, испытываемая от встречи после долгого расставания или разлуки. Классно, вот вы долго какого-то не видели, вот из армии девушка парень дождалась, и вот у них ретро вай. Девушка из армии пришла. Не дождалась. Да, следующее слово, кафуней. Как? Кафуней. Вот иди к кафуней там. Короче, кафуней, это как балтер у меня, вот я это слово, в общем-то, где-то слышал, где-то знаю. Кафуней. Вань, ты как думаешь? Кафуней. Ну это ты приходишь домой, такой, у тебя старая телогрейка там на вешалке, и ты такой, дай кафуней мне. Ну, кафуней. Кафуней? Кафунейка. На самом деле, у кафуней очень такой, корень у него такой, он, ну вы должны догадаться такой, кафуней, прям кафуней. Яна, ты профессионально закатываешь глаза, я понял только. Ну кафуней, ну что это такое, типа кайф, от слова кайф, короче. Кайфуй. Нет, слово кайф, но похоже. Ну кайфуней, ну покайфуй. От чего кайфовать? Когда ты... Удовольствие, я слышал. Плачешь от кайфа? Да, от чего? Плачешь от кайфа? Нет, нет, ну как уже кайфа? Плачешь от кайфа, я плачу от кайфа. От какого языка? Язык очень интересный. Ну, с венецианским. Венецианский? Нет, португальский, венецианский, нет такого языка? Сейчас он венецианский. Кафуней, это нежно гладить волосы любимого человека. И кайфушечки такие, да? И следующее слово, это бамф. Ну, это... Давайте по бамфаем. Бамф, бамф. Бам в нашем городе. Бам? Байкал-Амурская магистраль. Нет, нет, в нашем городе. Большой лепейский марафон. Альпинистский марафон. Короче, когда кому-то не понравился очень сильно этот марафон, он придумал бамф. Бамф, 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 бамф. Бамф. Ну, я думаю, что многому нравится, поэтому нет таких людей, которые прям что-то против, имеют хорошее спортивное мероприятие. Кажется, это вырежут. Да. Это звучит как вспышка какая-то, вспышка чего-то, бамф. Вот сейчас вспышка короны, можно сказать, это бамф, ковид. А еще смотри, бамф, я знаю, что это такое. Это удар на языке, как называется? Африканских времен. Нет, как называется, когда рисуночки и там иероглифы. Это скальные что ли какие-то? Ой, до свидания. Пещерных людей, что за рисуночки? Да, иероглифы, нет. Когда картинка и рядом с ней что-то написано. Комиксы, бамф это удар на языке комиксов. Ну, что-то там похоже. На самом деле слово больше грузное, согласитесь? Такой негативный окрас больше наименький. Бамф такой. Ну, вы сами сказали, что бамф это что-то плохое. Бамф это коронавирус, его связано. Но я вам подсказываю. Что плохое может произойти? Бамф на самом деле это такое скучное, грузное занятие. Это заниматься документами, читать параграфы у книг, читать какие-то, я не знаю, положения, которые вам невыносимо, не хочется и скучно, но надо. Это бамф. Как невыносимо сегодня? Как говорит наш редактор после того, как мы не прочитали сценарий. Я до кого это все пишу-то? Да, и вы такие бамф. Заниматься скучными документами. Ну что, Яна, спасибо тебе, что транслировала нам то, что нашла Ника. Да, пожалуйста. Спасибо большое, Ники. На самом деле, это рубрика, да, и вот список вот таких слов он расширяет кругозор, какие-то путешествия, знаете. А кто эту рубрику придумал? И, кстати, бамф это с английского. Сам себя говорит, не похвалишь, никто не похвалит. Вова придумал рубрику. Думает Вова. Спасибо. Это была вот такая вот веселая пятница. И, кстати говоря, вот сам себя не похвалишь, как говорится, но тем не менее, эта рубрика делает вас, по крайней мере уж точно, умнее, потому что с каждым разово все лучше отвечает. Я тоже так думаю. Я вообще начал хотя бы в ударениях разбираться. Вот, это здорово. Считайте русский язык школьной программы, сейчас изучаем, пока не поздно. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. На этом мы заканчиваем. Впереди вас ждет гороскоп. Узнаем, что вам сулят звезды. В эфире сегодня была Яна Попова, Иван Кобельков и я Владимир Бустров. Всем отличных выходных. До свидания. Гороскоп на 6 ноября. Овен. Намечаются новые проекты, но все пока в фазе обсуждения и прощупывания возможностей. Хороший день для поиска информации в интернете. Телец. Успешность этого дня зависит от того, как умело вы строите контакты с коллегами и партнерами. Близнецы. Следите за новыми возможностями. Удачный день для поездок, учебы, решения вопросов в кабинетах чиновников. Рак. Решайте финансовые вопросы, делайте вклады и переводы. Оптимальный момент для инвестиций в личный имидж. Лев. Занимайтесь вопросами карьеры, налаживанием связей и расширением сотрудничества. Хорошо отдавать долги. Дева. В течение дня постарайтесь устранить беспорядок, иначе в суете вы можете не воспользоваться каким-то благоприятным шансом. Весы. Вас посетят серьезные и полезные мысли, или вплотную придвинется какая-то тема, которой предстоит заняться. Скорпион. Вы сможете найти реальное применение своему креативу, воспользоваться проблемами и сделать что-то лучше, чем было. Стрелец. День благоприятен для поезда, к встрече, спортивных мероприятий. Хорошо покупать одежду и предметы из хрусталя и стекла. Козерог. Оставьте часть времени для интересующих вас вещей и поиска информации. Не отказывайтесь от приглашения развлечься с друзьями. Водолей. Вы вложите средства в проекты, которые обещают в вашей жизни больше комфорта. Рыбы. Будьте открыты общению, чтобы не пропустить возможность получения полезной информации или предложения о развитии какой-то интересной для вас темы.